Здравствуйте, друзья! Любителям ездить по бездорожью сегодня будет о чем поразмыслить. Ведь компания Audi анонсировала свой первый полноценный внедорожник. И это не шутки. Новинка является прямым конкурентом Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class. Круто, правда? Да, это неожиданный ход, хотя для многих он очевиден. После премьеры концепта ActiveSphere стало очевидным, что ребята из Ингольштада хотят больше уделять внимание продуктам с высокими внедорожными качествами. И этот концепт стал отправной точкой для нового продукта, подарив ему новую философию дизайна, на которой базируется его внешность. Сам внедорожник является частью плана Audi по выходу на новые рынки. И все это благодаря новым партнерам и технологиям. И если вы думаете, что это будет очередной кроссовер с сомнительной проходимостью, могу вас убедить в обратном. Это не так. Новинка является полноценным внедорожником и не использует платформу PPI, которую Audi разрабатывала вместе с Porsche, а также не будет родственником нового пикапа от Volkswagen, который будет сделан на базе Ford Ranger. В Audi решили пойти еще дальше своим отдельным путем. Интрига в том, что эту информацию подтвердил вот этот вот дядька. Это главный дизайнер Audi Марк Лихте. Он намекнул журналистам, что компания разрабатывает новый крутой внедорожник. Из интервью стало ясно, что внедорожник построят на базе абсолютно другой уникальной платформы, которая создавалась под новую марку концерна Volkswagen. Вот же интригант этот мистер Лихте. Сейчас я объясню, в чем вся суть. Изначально в Audi планировали использовать платформу SSP, которая должна была прийти на смену уже слегка всем надоевшей платформы MEB, но ее выход перенесли на 2028 год. И я этому лично очень рад, ведь это заставило Audi посмотреть в сторону другой платформы, которая создана под новоиспеченный бренд Scout. И вот здесь начинается самое интересное. Еще в 2021 году Volkswagen стал обладателем бренда Scout, который выпускал внедорожники с 1960 по 1980 год и позиционировал себя как конкурент Jeep. Так вот, Volkswagen выкупили этот бренд и решили его возродить. И под эти задачи немцы создали новую платформу с полноценной лестничной рамой. Изначально планировалось, что Audi будет делать эти самые Scout вместе со своими машинами на новом заводе в США, но эти планы в конечном итоге отменили. Однако инженеры Audi все равно будут участвовать в запуске бренда Scout, а заодно и наберутся опыта создания внедорожников. А все для того, чтобы платформу использовать в своем новом внедорожнике, созданном на базе концепта ActiveSphere. Что все это значит? Это значит, что у Audi появится полноценный рамный внедорожник. Единственное, что вам может не понравиться в этой новости, это то, что он будет полностью электрическим. А это значит, что у недавно представленного Mercedes G580 EQ появится полноценный конкурент с электромоторами, да еще и на раме. С ума сойти, интрига нарастает. Оказывается, Audi уже сотрудничает с австрийской компании Magna Stair, которая, кстати, собирает Mercedes G-Class в Австрии. Прикольно получается. Audi в сотрудничестве с Magma вместе разрабатывает батареи и электронику для новых автомобилей Scout, которые также будут использоваться в новом продукте компании. Более того, совет директоров Volkswagen Group всерьез рассматривает возможность поручить Magna производство автомобилей Scout. Причем на том же конвейере может собираться и совершенно новый электромобиль от Audi. А теперь представьте, если Mercedes G-Class и конкурирующий внедорожник от Audi будут собираться на одном предприятии, только в разных подразделениях. Вот же будет весело. Предполагается, что Magna сможет производить 50 тысяч внедорожников Audi в год. Чтобы составить конкуренцию Mercedes-Benz G-Class, первому электровнедорожнику от Audi придется сочетать в себе непревзойденное внедорожное качество с роскошным технологичным салоном и, конечно же, плавным ходом. Рамное шасси Scout обеспечит необходимый дорожный просвет и углы въезда-съезда для преодоления сложных участков. А новейшее поколение полного привода Quattro от Audi улучшит сцепление с дорогой на бездорожье и, конечно же, подарит отличную управляемость на трассе. И вот здесь мы переходим к самому интригующему – к силовой установке нового внедорожника от Audi. Это новый болид Audi RS Q e-tron. И компания его не просто так построила. В Audi решили вернуться в мир экстремальных внедорожных гонок. Их новый болид RS Q e-tron – гибридный электромобиль с увеличенным запасом хода, создан для того, чтобы победить на ралли Дакар – в самом суровом соревновании такого рода. Эта машина является испытательным полигоном для технологий, которые потом появятся в серийном внедорожнике Audi. Учитывая бурное прошлое компании в известной группе B, у Audi большой потенциал в этом направлении. Но давайте вернемся к нашему внедорожнику, который компания будет базировать на 800-вольтовой архитектуре. И он пойдет по стопам электрического гелика и получит четырехмоторную силовую установку. Правда, ее мощность будет составлять куда более внушительные 710 сил и более чем 1000 ньютон-метров крутящего момента, что значительно больше, чем у электрического гелика. Четырехмоторная конфигурация – это сейчас лучшее решение для подобных продуктов, ведь такая компоновка дает полную свободу действий и возможность имитировать все виды блокировок. Так что в этом плане Audi будет стопроцентным внедорожником. Остается одна проблема – это вес, а следом за ним тянется и другая проблема – запас хода. В Audi хотят решить эту проблему обильным применением карбона в новом продукте. Такую хитрость компания применила на своем болиде RS QE-Tron. Плюс новинка получит самую новую батарею с усовершенствованной системой охлаждения и повышенной плотностью. В этом компании поможет сотрудничество с LG HEM и Panasonic. Кроме того, в этих батареях будет использоваться минимальное количество кобальта – меньше, чем обычно. А новый концепт Audi ActiveSphere намекает на то, как будет выглядеть будущий внедорожник Audi. Серийная версия позаимствует стиль концепта с его защитными пластиковыми панелями по кузову, короткими свесами, большим ходом подвески и значительно большим дорожным просветом, чем у других кроссоверов Audi, заточенных под асфальт. Дизайнер Audi Мистер Лихте также добавил, что электрические платформы дают больше свободы, ведь теперь можно забыть о традиционных ограничениях при проектировании автомобилей. Он сравнивает работу дизайнера с работой художника, которому дали чистый лист бумаги. Мы создаем не просто новую линейку продуктов, мы создаем автомобиль с нуля. Это главный тезис новинки, что этот автомобиль не будет иметь ничего общего с другими брендами Volkswagen Group. И он стоит особняком, и такой подход может дать свои плоды и откусить часть клиентов у того же Гелик. Лихте уверен, что в линейке автомобилей Audi есть место для брутального внедорожника. Он видит потенциал, ведь на рынке сейчас всего два премиальных игрока в этом сегменте – Mercedes и Land Rover. По его мнению, места хватит и для третьего игрока. А теперь самое неприятное – премьера нового электровнедорожника от Audi состоится лишь в 26-м году, а в продажу автомобиль поступит лишь в 27-м году, так что придется немного подождать. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо, что посмотрели этот ролик, надеюсь, что вам было интересно, а чтобы не пропускать новые видео, рекомендую подписаться на канал, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok